Об итогах заседания Президиума Совмина и обсуждении стратегии науки Беларуси, о финансировании проектов из инновационного фонда в этом году и новых подходах на следующий. В эксклюзивном интервью Панораме рассказал председатель Госкомитета по науке и технологиям Александр Шумилин. Александр Геннадьевич, вот это 2017 год, у нас год науки. Все-таки занесли ли мы что-нибудь себе в актив, можем ли чем-то гордиться? В этом году мы занялись очень серьезно в тренде по вопросам развития инновационной инфраструктуры. У нас сегодня уже 19 субъектов инновационной инфраструктуры, у нас 10 технопарков. То есть мы создаем ту площадку как раз для инновационного предпринимательства, где бы люди могли создать инженеры, изобретатели, могли бы свою идею превратить в опытный образец, ну а дальше получить соответственно инвестиции, наладить производство. Будет ли увеличиться количество технопарков в Беларуси? Будет. Сегодня создан технопарк уже в Пинске, идет проработка создания технопарков в Борисове, в Орше, ну и других городах. Сегодня мы рассматривали вопросы финансирования. В 2017 году мы впервые за последние 5 лет профинансировали все прикладные исследования в полном объеме от заявок, которые поступили от ученых, но естественно, которые прошли государственную экспертизу. На следующий год планируется ли увеличение? Потому что вы говорили, что заявок было больше, чем возможностей. Нет, и сам по себе фонд будет выше, то есть республиканский фонд планируется на уровне 120 миллионов рублей, в этом году он 90, то есть это определенный рост. Мы планируем, что и в 2018 году все прикладные исследования будут профинансированы государством в полном объеме. Вопрос, который, скажем, волнует вот время, сколько проходит от идеи до практического результата. Мы все-таки успеваем как-то в мировых тенденциях получать тот продукт, за который финансируем из госказны? Ну, например, в энергетике считается и 7 лет, это хороший срок окупаемости, хорошая реализация проекта. Ну, а в IT-сфере или, допустим, в радиоэлектронике за 2 года уже меняется поколение техники. Но, естественно, мы успеваем и в тренде, если брать, ну, в среднем. Хотелось бы пока быстрее, но у нас идет процесс становления. Вот сегодня на президиуме Савмина также говорили, скажем, о стратегии до 2040 года. Какой вы видите Беларусь через 22 года? Беларусь будет одной, я более чем уверен, высокотехнологичной страной, лидирующей по рядом направлений. Ну, и такие вопросы, как лечение рака высокотехнологичной, выращивание искусственных органов, роботы, которые будут, беспилотники, беспилотные автомобили, электромобили. Все это к 1940 году, я более чем уверен, будет уже в широком использовании и употреблении у нас в стране. Продолжение следует...